Всем привет, друзья, с вами Тима, и как вы уже заметили, я не пропускаю ни одного события в Clash of Clans, и пытаюсь сделать что-то интересное. Ну и сегодня у нас началось отличное событие, называется оно «Землетрясущее заклинание», и конечно же на него действует огромная скидка. Стоить он уже будет всего лишь 10% от стоимости, но у меня он здесь от третьего уровня, значит он стоит 16 дарка. Ну и конечно же на это событие я тоже придумал что-то интересное, будет у нас 3 атаки, и конечно же целых 8 землетрясов в каждой атаке. В первой атаке я просто наделал вот какой-то микс, я даже не знаю, все брал, что вообще земли касается. Конечно хоги сюда не включаются, но и все же, думал гига взять, потом передумал. Вот такой вот микс на первую атаку, ну а вторая уже будет пободрее. Это будет фулл забитый лагеря Валькирии, также 8 землетрясов, ну и на этот раз рейдж. А уже третья атака будет фулл забита пеками, ну и конечно же также 8 землетрясов. Ну и в принципе я вам все атаки рассказал, давайте приступим к первой атаке. Выглядеть она будет вот так, и я нахожу соперника, и уже продолжу запись на самой атаке. В подборе мне попадается вот такая вот база, она как раз таки подходит под наш микс. Ну две звезды, я думаю мы смело возьмем. Ну что ж, давайте начинать. Скину я пожалуй тряски как-то вот так вот. Так, а сколько мы? А, еще одну должны. И вот сюда так же. А, я еще одну не скинул. И также с клановой крепости, я ее не забыл. Скидываем теперь два голема, как-то знаете как, вот так и вот так вот. Также взял 6 бомберов, наверное как-то вот здесь, а 3 бомбера. И также здесь еще 3 бомбера, потом докидываем короля, королеву. Магов на почистку небольшую, конечно же. И в центр уже потом будем запускать наших валичек. Я надеюсь у нас, что все это получится. Также с клан... А, что у меня в клановой? Так, ну хогов мы пока не трогаем. И у меня всего один хил. Так, маги с клановой крепости так быстро сдохли. Вот сюда мы хил. Ой, валькирий, как валькириям достается. Вот здесь мы можем скинуть вот так хогов, так как здесь мелкие големчики танкуют пока вальки. А где моя пека? Я что-то не понял. Ее так быстро снесли, что ли? Прожимаю прямо сейчас короля. В центре у нас валькирии. Также есть еще хоги. Банок, конечно, уже нет, но все же. Давайте вот сюда еще магов мы подбросим. Очень быстро атака. Вот королева у меня отлично просто дамажит. Вот здесь, конечно, уже все. Можно сюда лучницу подкинуть. Зря я всех магов скидал сейчас. А, вот она, моя пека как раз таки идет. Пека танкует, за ней маги идут. В принципе, я даже не зря, можно сказать, скинул туда магов. Вот главное, чтобы сейчас они там не подохли. Самый огромный плюс был бы, если бы они не сдохли там. Так, Тесла переключилась, а пека... Я только что не успел прожать королеву. Пека как-то быстро еще сдохла. Ну, как-то быстро атака прошла. И 75% я выбиваю. Не знаю, это нормально или нет. Так, лучница добивает. И, в принципе, все. А из дефа остается всего пушка, башня мага, башня лучницы, Тесла. Ну, как бы по минимуму. Здесь на 5-6 хогов. И была бы треха. Офигенная атака. Да, уже даже не сомневаюсь. Офигенная атака. Мог бы, конечно, сюда еще мага скинуть. Было бы получше. Ну, что ж, друзья. Второй микс у нас будет уже с вальками. Ну, тут я уж ничего не обещаю. Так как я таким миксом на девятке не атаковал. А вот с восьмерки я взял трешку в тот раз. Я помню, как-то атаковал. Запрошу сейчас я землетряс апнуться. Ой, вернее, у меня герои проснутся. И уже продолжу запись. Бустанул я казарм. И хочу показать подбор в мастере на девятом ТХ. Я что-то сейчас запарился так искать одни десятые ТХ. И вот этим вот миксом в 30 валик и 8 землетрясов я не знаю, что смогу сделать. Но при записи мне всегда везет. И я думаю, что сейчас при первом подборе мы сразу найдем девятую ТХ. Ну, в принципе, нормально. Прокачка, конечно, средняя. Трясы. Изначально давайте проломим, а дальше нам уже как-то не будет важно, мне кажется. Раз, два, три, четыре. И сюда еще четыре. Конечно, не столь это важно. Но такая база мне попалась. Так, в клановые вальки. И, наверное, как-то вот так мы просто их запустим, да и все. Потом следом короля. Рейдж сразу вначале скинем. Также три вальки есть еще в клановой крепости. И смотрите, как разбегаются 30 валик. В щепки просто все разносят. Ну, потом, конечно, они загнутся. Столько бомб, арбалеты, ловушки. Ну, много всего на базе. Также есть четыре лучницы. На всякий случай, если надо, будет что-то нам добивать. Вот, с нижней части уже валички поддыхают. Шпуньк. Надеюсь, башню лучницы они убьют. Да, король туда же еще у нас идет. Ой, шикарно просто. Так, еще подкидываю. Что-то какая-то быстрая атака у меня. И все атаки сегодня быстрые какие-то. А здесь даже еще и трешка будет. Да? Прожимаем короля. По краям здесь ничего нету. Сюда скинем одну лучницу. И как бы вот сюда. И из дефа ничего не остается. Прожимаю короля. Ой, королеву ошибаюсь. Что-то я часто... Очень быстро атака. Целых 30 валькирий на базе было. Да, не ожидал такого. Очень быстро, серьезно забили мы. Где-то минута. Максимум, мне кажется. Плюс фарм неплохой. И подбор был отличный. Сразу же нашел эту базу. Не знаю. Микс понравился. Возможно в конце этого ролика еще раз так проатачу. Как раз таки бустанул казармы. Как я уже и говорил. Ага, еще и бонус получаем. Давайте тогда еще один забьем микс. И с рейджем, кстати, отлично прокатило. А смотрите, я еще с пеками подумал. Я уж лучше возьму 7... Ой, 8 трясов и 2 ускорения. Пекам хил не сильно-то и поможет. А вот ускорение, я думаю, сильно поможет. Целых 2 ускорения я беру с собой. Ну, сейчас, конечно, посмотрим. У меня все доготовится. И уже продолжу запись на самой атаке. Ну и нашел я вот такую вот базу. Тоже девятка. Ну, со средними героями. Но с фулл прокачкой. Не считая, конечно, забора и героев. А так у нас 9 пек. 5 магов. Ну и герои. Начинаем, как всегда, с трясов. И думаю, вот это самое оптимальное решение. Так как мы откроем путь к половине базы. Даже больше, можно сказать. И 2 ускора еще есть. И, скорее всего, сейчас 2 пеки я пущу на зачистку. Скидываем сюда. Также вот сюда. И все. Вот этих пеков. Ой, пеков. Прикольно сказал. Пек скидываем. Вот в таком вот порядке. В центр одна топовая пека пойдет. Также герои пойдут туда. Ну и магов буду изредка подкидывать. Так, где у нас пек много? Вот здесь в центре пек много. Скидываем сюда ускорения. Гигант с клановой крепости уже подлетает. Так, 3 пеки еще снизу у нас идет. И, может, сюда пару магов так подкину по фану чисто. Сверху у нас уже все. Как бы ничего не осталось. Давайте в центр еще ускорения скину. Ну, а как сильно тормозят-то эти скелетики маленькие в защите, которые прожимают прямо сейчас короля. И что, мы даже таунхолл не заберем нашими пеками? Что-то как-то быстро все подыхают пеки наши. Давайте вот сюда еще магов подкину. Ага, голем в клановой. Ну, блин, даже ТХ не забрали пеками. Что-то они серьезно какие-то слабые у нас. 50% кое-как на соплях добиваем. Тоже атака быстрая, но валями пободрее, конечно же, было. Давайте вот сюда здесь домик добьем. Будет 55%. Ну, пеки ни о чем. Серьезно, пеки ни о чем. Может быть, их толпой надо было кидать. Но и все же толпой кину. У них дамаг большой. Они бы быстро все сносили. Ну, ресурсы вернул. Как бы нормально. Но атака мне не понравилась. Поэтому давайте опять топовая армия в 30 валькирии атакуем. Последний раз на сегодня. Последняя фан-атака. Так, все у меня забивается. Остается только запросить валик в клановую крепость. Дождаться героев. Ну, и последняя атака у нас уже будет. Ну, очень меня эта база заинтересовала. Целых 4 косаря дарка. Да, конечно, я сейчас за дарка такую. Но и все же угнать какой-нибудь огромный лут. Мне это очень нравится. Поэтому давайте. Так, главное сейчас не проворонить. А то возьму, скину целых 5 трясок. Так, все, скинул 5 трясок. И не знаю, вот почищать или нет. Так, две вальки сюда. Надеюсь, дальше они пойдут. Да, дальше идут и почищают потихоньку. И две вальки здесь. А где-то вот так вот. Думаю, хватит этого на почистку. Так, они не туда. Ну, блин. Ничего страшного. Скидываем. В общем, вот так всех наших валик. Также валик с клановой крепости. Короля. Ищу подходящий момент скинуть рейдж. Но, скорее всего, он будет где-то вот здесь. Вышибал и в клановой. Ну, в принципе, не сильно-то они нам и страшны. Сейчас вальки вмиг их разберут. Да, это, кстати, плюс еще. То, что валькирии забежали в центр. Плюс еще король туда идет. Ну, шикарно. Как бы две бурилки я уже забрал. Остается у нас для атаки, вернее, для раскидки всего 4 лучницы. Прожать короля да королеву. Дарк королеву. Дарк королева забирает. Плюс еще валькирии вот здесь дарк забирают. Куда они пошли-то? Так, ладно. Ай, блин, я не то прожал. Я думал королеву прожал. На самом деле короля. Ну, ладно, уже двоих прожимаю героев. Блин, а вот это обидно. Валькирии видели, как пошли? Они пошли на хранилище. Так, король тоже уже не танкует. И королева тоже загибается. Вот обидно. 700 дарка не украл. Ну и все же. Атака тоже, кстати, путевая. И получше, чем пеки. Здесь уж две звезды уверенные взятые. Ну, лучниц, я думаю, блин, уже смысла ждать не... Ай, ну и все ясно. Я их ждать не буду. Это как бы глупо. Так, 3200 плюс бонус. Ну, нормально. Еще и пофармил. Вроде... Давайте посмотрим, сколько стоили. 27 валькирий плюс 8 трясов. Это как бы самая дорогая за Dark Army. 4500. Это две атаки за 9 косарей. Офигеть. Даже не знал, сколько стоит. А прикиньте, на десятки сколько у меня будет стоить. Там тоже фулл прокачка. Кабаны там. Ну, валькирий. Все, фулл прокачка. Там вообще, наверное, тысяч под 15 будет стоить. Да, дорогая атака. Ну и все же, она была прикольная. Ну и как бы меня больше всего поразило то, что вальками 9 ТХ я 20... А, ну 30 валик с КК взял трешку. Одну трешку взял, как бы уже отлично. И надеюсь, вам понравились мои сегодняшние как бы фан-атаки. Ну, на сегодня все. Всем удачи. Всем пока.